Нива После Хаммера и с Хаммером после Нивы И мы решили провести ряд испытаний Хаммер H2 напоминает чемодан на колесах Аэродинамика у него такая же как у кирпича Конечно он гораздо современнее Нивы Здесь есть АБС, подушки безопасности и много другой полезной херни Зато Нива раз 10 дешевле Хаммера Ее дизайн тоже не ушел вперед Она выглядит более округло чем Хаммер Который выглядит очень брутально А их разница в цене просто поражает Ниву можно взять за 9 900 евро А Хаммер за 60 000 евро Теперь перейдем к тесту на асфальте Теперь мы проверим кто быстрее на асфальте Нива или Хаммер Посмотрим Они идут почти ровно Но Хаммер вырывается вперед У него больше мощности Но Нива не отстает Она идет за ним очень уверенно Но 1-0 в пользу Хаммера Хочу навороченный Хаммер с блатными номерами С братанами Теперь испытания на бездорожье Посмотрим кто же все таки лучше Хаммер или Нива Нива уверенно штурмует склон А за ней последует Хаммер Обе машины имеют пониженную передачу Поэтому без проблем могут забираться на крутые склоны Обе машины хорошо себя чувствуют в этой среде Поэтому 2-1 в пользу Хаммера Теперь испытания с очень крупными неровностями Автомобилем с большими габаритами Здесь просто не место Хаммер как раз очень громадный для этого испытания Он настолько большой Что я даже не чувствую габаритов Такое ощущение что едешь на КАМАЗе Причем на полноприводном КАМАЗе Прет он просто как танк Главное нажать педаль газа И ни о чем не задумываться Тогда будет все хорошо Ой, я кажется прибыл Хаммер настолько длинный Что порог не дает проехать дальше Черт, и как его теперь отсюда вытаскивать? Теперь очередь Нивы Но надеюсь проблем в этом испытании у нее не будет Ведь у нее очень крошечные габариты Она легко проходит первые два поворота И идет дальше Счет 2-2 Теперь испытания на узкой парковке Хаммер скорее всего опять проиграет Из-за своих же габаритов Чтобы заплатить за въезд Нужно иметь руки длиной 2 метра Иначе никак нельзя Но у нас получилось это сделать и без длинных рук Теперь посмотрим Как ведут себя автомобили на узких проездах и проходах Лада очень маленькая Поэтому у нее не возникает никаких сомнений А вот с Хаммером Могут возникнуть проблемы Лада очень маленькая Поэтому очень легко маневрировать по парковке Такое ощущение как будто едешь на легковом автомобиле Но у Хаммера большие проблемы Он слишком высокий Дуги на крыше могут задеть потолок А они очень дорогие Если мы их сломаем нам придется год бесплатно работать Нива набирает высоту такими темпами Что казалось бы через несколько минут Она будет выше эльфовой башни Хаммер не сломал дуги на крышку Его длина и ширина слишком велики для этого испытания И через 3 часа он догоняет Ниву Лада уже забралась на крышу А вот и Хаммер Не прошло и 3 часа Здесь Нива победила Поэтому счет 3-2 в пользу Лады Один на Ниве Теперь испытания на бензостойкость В каждую машину мы зальем по 10 литров хуёвого 76 бензина И посмотрим какая из них быстрее сломается Обе машины завелись первого раза Но посмотрим как долго они проработают на этом бензине Хаммер уже дергается Его бензонасос уже начал всасывать этот бензин А вот Лада ведет себя спокойно Ей просто насрать на бензин А Хаммер сломался 76 бензин его убил Счет 4-2 в пользу Нивы Лада Нива победила Нива поможет добраться Хаммеру до автосервиса И поможет она на том бензине на котором Хаммер не может работать Мы везем Хаммер в сервис их Лебедихова Там его ждет увлекательное промывание бензонасоса Субтитры сделал DimaTorzok